Друзья, здравия! С вами я, Шевченко Александр, и это очередное видео по улучшению качества жизни от Академии Счастья. Сегодня поговорим о том, как достигнуть желаемого. На самом деле, все мои темы так или иначе пересекаются. Почему я об этом говорю? Потому что я говорю о собственном опыте, о том, что достиг я. Возможно, я говорю это в общем, иносказательно, как-то пытаясь показать образы, но это вот у меня такой стиль, то есть моя концепция, то есть я показываю не что-то точечно, а я показываю в общем, как это будет правильно. То есть моя цель – это найти то, что не работает, и показать, как это можно улучшить. В данном случае по дизайну человека я проектор с профилем 1.3, и поэтому я очень могу легко распознавать ошибки и показывать, как это может быть улучшено. Но в данном случае о том, как достичь желаемого. Что такое желаемое на самом деле? Желание – это, по сути, состояние, когда мы чего-то хотим, и бывает оно настолько сильным, что мы не можем даже позволить себе не хотеть этого. Но тут возникает вопрос, а кто этого хочет? Этого хочет вот этот как раз персонаж, который вы играете в игру, как сознание. Если несколько отдалиться от этого персонажа, то получится, что и желаний никаких нет. Соответственно, в буддизме есть выражение, что когда нет желаний, то нет и страданий. Что это означает? Когда есть у человека желание, он очень сильно хочет этого. И страдание появляется, когда он не может этого достичь. И потом даже, когда он этого достигает, бывает такое, что это страдание не всегда проходит, потому что хочется еще большего. В данном случае можно хотеть так всегда – большего, 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 и быть таким неутомимым. Вы наверняка видели таких людей. Это, по сути, трудоголики, которые хотят постоянно чего-то достигать. Не только в работе или бизнесе. Это может быть и в спорте, и в каких-то других делах, в отношениях, в чем угодно. Люди, которые не могут завершить цикл и остановиться. То есть они уже достигли чего-то, но они не могут себе дать подтверждение и сказать, да, я достиг этого. Я вот могу сейчас сказать, что я достиг очень важной вещи. То есть я понял себя. 20 лет я жил в неосознанном состоянии. И я жил в состоянии таком, которое не понимал, ну, как бы, многих вещей. Что происходит, как происходит. То есть я отчасти где-то догадывался, что что-то не так, и тут есть какая-то другая, да, что-то другое. И я этого просто не знаю. И потом, когда мне стукнуло 20 лет, я начал заниматься саентологией. Я прочитал книги, я прошел курсы, я начал проходить одики. И я вдруг начал понимать, что мир устроен иначе. Что есть те, кто управляют этим миром. Есть игроки, есть хозяева игры. Есть просто фигуры, которыми двигают, которым их гуд, и которым не сообщают все, что нужно. Им можно сказать все, что угодно. Только для того, чтобы, по сути, их рассорить, привести в состояние такого негативного. И когда они не понимают, что происходит, они начинают между собой драться, сражаться. И вы это увидите. Вы видите, что сообщают нам средства массовой дезинформации, почему они это делают, и кто стоит за этим. И если, опять же, отключиться от этого всего, то можно понять, что мир совершенно другой. Когда мы общаемся друг с другом с радостью, с счастьем, то мы достигаем вот этого желаемого. То есть желаемое это не просто, о, я хочу сейчас новый автомобиль, или я хочу новую квартиру, или я хочу быть с красивой девушкой, или мужчиной, или я хочу, например, какого-то счастья. А в чем оно заключается? Да в том, чтобы просто находиться в настоящем времени, радоваться солнцу, небу, радоваться себе, радоваться другим людям. Вот. А многие этого не понимают. А в рекламе нам скармливают, что для счастья нужно деньги, для счастья нужна слава, карьера и так далее. В данном случае мы отошли от привычной игры, в то, которую, ну, по сути, мы могли бы играть, будь мы самим собой. Естественность. Вот в чем на самом деле важность. И видео это не реклама, это общение, способ общения с каждым, кому хочется услышать меня. Кто готов также к изменениям, кто готов быть собой, кто готов делать те вещи, которые идут на благо. И на самом деле чувствовать вот эту пустотность, вот это наблюдение, быть в этом состоянии любви. То есть здесь нет рекламы, процессинга или аудитинга. Здесь есть на самом деле способ коммуникации. И каждый человек может улучшать свое состояние, медитируя, создавая пространство любви счастья, очищая свой ум с помощью аудитинга, процессинга или любой другой современной техники. Главное делать это. Главное это ваше желание. Ваше желание быть искренним, честным и улучшать свое состояние. Вот именно это моя цель. Направлять людей к улучшению, к тому, чтобы каждый становился здоровым, счастливым и осознанным. Если в этом и есть ваше желание, если вы хотите быть осознанным, счастливым, радостным, то смело пишите мне все мои контакты под этим видео. Мы пообщаемся. Я могу провести вам бесплатную консультацию. Мы поговорим о том, как можно вместе улучшить состояние и достичь счастья, гармонии. И на самом деле не то, чтобы получить все желаемое, а в том плане, чтобы понять действительно, кто вы и что действительно нужно для вас. И чего вы желаете, а что может быть и совершенно не нужно, что является просто навязанным и от этого пользы никакой не будет. Поэтому пишите смело, звоните. Я буду рад общению с вами. Вам желаю счастья, осознанности. Ставьте отметку «Нравится», кому это видео принесло пользу и понравилось. Поделитесь им с друзьями. Колокольчик для напоминаний о новых видео. Они выходят на моем канале каждый день. И, конечно, подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписался. Я буду рад вам. И увидимся совсем скоро в следующем видео. До скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok